Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Итак, я не могу понять своего мужа. Он постоянно говорит, что их я не изменяю, хотя я всегда рядом с ним. Я общаюсь с другими мужчинами по интернету, так как играю в онлайн игру, но кроме игры нет ничего в этих переписках. Мой мужчина всегда обвиняет в изменах и постоянно поменяет прошлое, которое было уже 5 лет назад или больше, чего ему не хватает. Ну, не хватает ему наверное уверенности в себе. Он со мной не общается глаза в глаза, а постоянно выясняет отношения по СМС. Когда я на работе, дома он не может ничего обсудить, только выгоняет и предлагает разойтись. Что мне делать? Я устала. Мне иногда кажется, что он закомплексованная девочка, истеричка, а я мужик в наших отношениях. Некоторые грубые слова я пропустил. Я думаю, никто не скажет вам что делать, потому что в вашей истории есть история, как это не парадоксально звучит, как это логически звучит. У вашей истории есть предыстория, что это было 5 лет назад, очевидно. Что-то такое, что вашего мужа как-то травмировало, что-то было такое, что до сих пор очевидно он не пережил. Что-то было такое, что очевидно до сих пор у него это болит. И, соответственно, никак это не развивается, никак это не прорабатывается, никак это не меняется, судя по тому, что вы говорите. Судя по тому, что вы пишите. Мне кажется, что если говорить о вас, конкретно о вас и только, то вы каким-то образом цепляетесь за то, что вам ваш муж говорит. Либо вы чувствуете вину, либо вы чувствуете зло, либо вы чувствуете что-то еще. Сложно сказать, но очевидно, что как-то вы реагируете на то, что ваш муж говорит. И, соответственно, важно увидеть и понять, как вы реагируете, каким методом вы реагируете, что это за чувство. Если это вина, то где-то вы от себя отказываетесь, позволяя человеку манипулировать вами. Если это злость, то где-то вы допускаете его ближе к себе, чем вам, например, было бы комфортно, чем вам, например, было бы удобно. То, что он подходит к вашим личным границам. То, что он ваш муж не дает ему право это делать. Тем более на постоянной основе. А вот эту вашу реакцию и стоящую за ней, за этой реакцией определенные переживания, на мой взгляд, и требуется в первую очередь разобрать и научиться размещать. В контакте, в том числе с вашим супругом. Сейчас этого вы по моим ощущениям не делаете. Сейчас вы по моим ощущениям просто реагируете. Как-то сказать можно постфактум. То есть это такая реакция. Реакция постфактум. Когда вот что-то происходит, да? Когда на какой-то стимул внешний вы реагируете. Но при этом не очень понимаете. Что это вообще за стимул? Что он для вас означает? Что он для вас значит? Вот. Что это такое вообще? Как с этим обращаться? Как с этим адекватно обращаться? Вот как мне кажется, что вы не понимаете. Вот. Соответственно, нужно этот момент обязательно разобрать и рассмотреть. Следующее, что важно, это гендерная модель победения. То есть вы говорите, что вы чувствуете себя мужчиной. Потому что мужчине я вам верю. Но это может быть связано с несколькими аспектами. Например, это может быть связано с таким моментом, например, что вы склонны к тому, чтобы контролировать какие-то вещи в своей жизни. Я вам склонна контролировать. Когда человек контролирует, он, как правило, не позволяет другому человеку себя проявлять. И если вы не позволяете своему мужу, например, проявлять себя с вами, если вы не позволяете своему мужу почистовать себя мужчиной, для этого нужно немного психологически уменьшиться. Вот. Стать меньше. Стать, может быть, более пассивным, если можно, с такого слова. Подобраться в действие, вероятно, не очень. Он может быть приятным. Да, на основном, достаточно хорошо отражает суть. Вот. Ну, естественно, у мужа будет постоянно ощущение, что он меньше, чем он хочет быть. Что он постоянно находится под какой-то угрозой. Следующий вопрос касается того, что между другами общего. Следующий вопрос касается того, что вас объединяет. Следующий вопрос касается того, каким образом вы взаимодействуете. Ну, вот. Ну, то есть, в буквальном смысле, что между вами общего, да, что вас связывает. Вот как-то из вашего рассказа я не увидел того, что вас объединяет. Я увидел то, что вы вместе какое-то время живете. Я плакал зимом пять лет, может быть, в Польше. Но вот я увидел, что вы играете в игру, в какую-то онлайн, где общаетесь с мужчинами. И это абсолютно нормально. Но я не увидел того, что вас объединяет со своим мужем. И мне кажется, это очень важный момент. Потому что, если между людьми мало общего, если между людьми недостаточно общего, то, конечно, будут определенные трудности, будут определенные проблемы. Вот. Будет определена пустота в отношениях, которая будет выполняться, конечно же, конфликтами. Вот. Или какими-то собственными переживаниями человека. По-другому, к сожалению, бывает крайне-крайне редко. Поэтому здесь, на мой взгляд, ситуация такая. Пока что складывается, что из озвученных мною аспектов вырисовывается ваша проблематика. Хотите ли вы ее решать или нет? Я, конечно, не знаю. Вот. Вы спрашиваете, что вам делать этого? В принципе, тоже никто не знает. И, на мой взгляд, это нормально, что мы не знаем, как вам жить. И мне кажется, что, в принципе, вы не должны, потому что жизнь важна. И важно, чтобы вы свою собственную жизнь проживали сами. Важно, чтобы вы свою жизнь жили. Так как вам этого хочется, но нет. Так как говорим об этом вам, мы даже психологи. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь вы как будто бы несколько себя недооцениваете, возможно. Вот. Как будто бы вы здесь себя принижали. Ну, то, что вы устали. Вот именно усталость. Если мы говорим об усталости, то именно усталость это больше про игнорирование своих ощущений. про игнорирование своих, ну, своей, точнее, да, можно сказать, своей позиции, про игнорирование того, что вам ценно и важно. Вот. Про игнорирование ваших ценностей. Вот. Очень часто такое происходит, к сожалению, когда человек просто не привык прислушиваться к себе, а ждет, например, что за него это делают другие люди. Вот. Другие люди, может быть, это сделают, а может быть и нет. Вот. И вот, как бы, получается, что этого может не происходить достаточно вот, ну, длительное время. Этого, этого может не происходить, это может, ну, не получать. Так. Вот. Вот. И человек, в общем-то, естественным образом страдает. Вот. И страдаете вы в данном случае, что, в принципе, мне кажется, является вполне себе такой нормальной историей развести в ваших отношениях. Вот. Если честно, мне кажется, что у вас был некоторый кризис, мне так кажется, что у вас был некоторый кризис, ну, в отношениях, вот, которые вам не получилось прожить. Прожить не получилось у вас этот кризис. Прожить так, так, чтобы не травмироваться. То есть, чтобы не травмировались вы и чтобы не травмировался ваш муж. С другой стороны сталкиваются, в принципе, все и, к сожалению, к сожалению, как бы, ну, вы не исключение из правил. Вот. С duplicства. С putt г Maf bus. С удалось, что там хватило все люди. Вот. У вас. Сила уряда причин не получилось. эти трудности преодолеть на помощь психолога. У вашего мужа вполне может быть то, что в психологии называется бредом ревности, или как сказал мой коллега, что муж ваш от преследователь, то есть это тот, кто занимается по отношению к вам такую вот преследовательскую позицию. А вы жертва, кто реагирует на нее, а на такую позицию реагирует достаточно, судя по вашим обществам, достаточно болезненно. Что в принципе вполне логично, но от этого не менее печально, не менее грустно. Вот, не менее печально, не менее грустно, что с этим вам приходится сталкиваться. Вот, поэтому надо бы в первую очередь возможно разобраться в себе, постараться, просто разобраться в себе в своих чувствах, как мужу. Вот, а посмотреть на то, например, где вы естественны, где вы не естественны. Собой, например, а где нет. Вот, какую цену вы платите за это, за то, чтобы не чувствовать себя собой. Замечаете ли вы, что перестаете быть собой, ну и так далее. То есть здесь в принципе достаточно много, может быть, возможных вариантов для работы с вами, если вы конечно хотите. То есть, правда, есть такая проблема, такая, я бы сказал, особенность, что если вы привыкли занимать мужскую позицию, то вам будет, вам может быть сложно чувствовать себя слабой. Вообще, слабость может быть гад, запрещая себе быть слабой, не позволяя себе быть слабой и так далее. И это может быть очень серьезным, очень мощным и сильным ограничивающим фактором, который может блокировать вашу жизненную энергию. Вот, поэтому тут может быть сопротивление. Вот, ну, как бы, само по себе сопротивление не так страшно. Вот, потому что, ну, оно естественно, оно необходимо. А вот, ваша реакция на сопротивление, вот, и выбор поведения, что вы выберете. Так, я имею в виду, выберете ли вы как финансировать, то есть, если на поводу этой тенденции сопротивляешься, или выберете ли вы наоборот, работать, работать с этим. Это вот вопрос, мне кажется, на который вам нужно найти ответ тоже. Ну, непосредственно, может быть, столкнуться с опытом, с опытом переживания этого. В самом вопросе, где вы спрашиваете, что мне делать, откроется, как мне кажется, такая достаточно лукавая позиция, потому что, если вам понравится то, что скажем, например, мы психологи, да, если вас это устроит, ну, вы как-то это примете, а если нет, то не примете. И в этой позиции чувствуется ваша пассивность, но бассивность, конечно, только внешне, потому что, вы пытаетесь, на мой взгляд, компенсировать то, что в других аспектах вы проявляете силу, то есть, так вы пытаетесь, пытаетесь компенсировать то, что вы в других аспектах к себе не внимательно, себя ломаете, а значит, в каких-то моментах вы, наоборот, проявляете чрезвычайную регрессию, вот. Вот, онлайн-игра, кстати говоря, может быть этой самой регрессией, проявлением этой самой регрессии, вот. Это не значит, что вам не нужно играть, ни в коем случае. Вот, если вам нравится, то играйте на здоровье, но, просто, если вы играете много, если вы играете часто, а если там еще есть сообщения, то есть вероятность, при прочих равных условиях, что вы используете игру, как способ убежать. Вот. Ну, то есть, вот, вы используете игру, как способ уйти от реальности, а вот уйти из реальности, и не сталкиваться с некоторым проблемным опытом, который у вас, вероятно, присутствует. Если, если эту позицию мы считаем мышкой, то да, она вполне подходит, может считаться, а, ну, таковой. Так что, она вполне может считаться такой вот мужкой, потому что, действительно, для мужчин такое поведение свойства. Вот. избегать каких-то моментов, избегать каких-то аспектов в жизни, который, ну, вот, как-то несколько травмирует человека. Вот. К сожалению, да. К сожалению, да. Но, тем не менее, решать вам, что делать дальше и как действовать. Дальше я попытался раскрыть какие-то вещи, которые мне казались и кажутся важными, вот, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологической гигиены, вашей, например. Вот. Но вам, в любом случае, решать, что с этим делать. Только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это. Позвольте вам начать работу над собой. Позвольте вам как-то вот двигаться. Ну, двигаться вперед и двигаться дальше. Вот. И возможно найти какой-то выход. Лучше всего и лучшим вариантом, как мне кажется, было бы обратиться вместе с мужем к психологу, вот, на семейные консультации, и постараться друг друга услышать. Вот. Но индивидуальная работа с вами тоже возможно, конечно же. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok